Это программа Актуальное интервью. Здравствуйте в нашей студии руководитель фонда поддержки предпринимательства Орловской области Владимир Владимирович Осякин. Здравствуйте, спасибо, что с нами сегодня. Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что снова позвали нас. Мы всегда рады вам. Недавно вы приняли участие в работе Ялтинского международного форума. Событие проходило уже в четвертый раз. Главная тема этого года – будущее мира, будущее России. Что запомнилось вам, в чем была цель поездки и с кем вы ездили? Это международный форум. В нем приняли участие, вы правильно сказали, 3000 человек. И еще одна информация из 71 страны мира. То есть, если там говорить, допустим, о какой-то изоляции, то это сейчас уже об изоляции России или Крыма. Какая сфера там была? Великолепно. По организации, все на высшем уровне, все доброжелательные. Очень много встреч состоялось в рамках форума, много интересных площадок. То есть, какие смогли мы постарались посетить. Помимо вас кто ездил? Мы ездили вдвоем от Орловской области с руководителем Центра кластерного развития Сергея Николаевича Невстроев. Встретили там Евгения Геннадьевича Лыкина. У них тоже была своя отдельная площадка в рамках этого форума по представителям. Уполномоченный по правам предпринимателей. Уполномоченный по правам предпринимателей. В чем заключалась ваша работа там? Была же какая-то определенная цель, с которой вы поехали? Цели, конечно, мы перед собой ставили. Цели минимума, так сказать, цели максимума. Добились мы, в принципе, максимума. Выполнили какие? Выполнили все. Удалось нам заключить договорчик о сотрудничестве с инфраструктурой поддержки Республики Крым. Будем обмениваться опытом. Договорчик, вы прям сказали. Небольшой компактный договор. Ну, на двух страницах все. Будем обмениваться опытом. Конечно же, так как у них инфраструктура по понятным причинам создана не так давно, в основном, конечно, опытом будем делиться мы с ними. Ну, и от них тоже очень много интересных предложений. Просто очень интересный регион в плане дальнейшего сотрудничества. Особенно по туризму. А с кем-то еще обговаривали перспективы сотрудничества из участников форума? С кем конкретно? Здесь, по поводу второй цели, которой я хотел бы немножко подробнее остановиться. Нам удалось сконтактировать с руководителем организационной структуры международного туристического инвестиционного форума. Ежегодный крупнейший форум проходит в России. В этом году будет проходить в Москве. Там собираются эксперты, инвесторы, сами специалисты в области туризма, в том числе внутри регионального. Так как у нас создан туристский кластер, нам удалось договориться о проведении в преддверии данного форума инвестиционной экспедиции в Орловскую область. Но не так много мы знаем об этом кластере. Если возможно, сегодня побольше расскажите о нем. Что это за структура, что это за организация? В рамках кластерного развития региона мы объединили всех предпринимателей, все музеи, образовательные учреждения, которые занимаются тематикой туризма, въездного, внутреннего. В том числе, допустим, всякие общепитовские организации с целью повышения инвестиционной привлекательности Орловской области именно в плане туризма. То есть, допустим, тот же самый... А какая помощь будет оказана предпринимателям? Зачем? Ну, касательно центра кластерного развития, здесь определенные направления. Мы участвуем как регион, участвуем в выставках, в том числе и международных. Про туризм мне хотелось бы узнать побольше. Именно как туристский кластер, то есть под общим брендом туристский кластер Орловской области мы выставляемся на выставках. В этом году уже посетили их три. То есть презентация деятельности компаний, которые работают в сфере... Туристского потенциала Орла, да. То есть с целью привлечения туристов из других регионов, с целью популяризации нашего города. Когда увидим результаты уже, что известно? Ну, хотя бы какие задачи стоят? Если вот как-то мы договорились в рамках этого форума, опять же он будет представлен в Москве, в начале октября этот форум произойдет, наша Орловская область будет представлена со своим туристским потенциалом. Не исключено, что в рамках этого форума нам удастся добиться каких-то инвестиционных соглашений, привлечь инвесторов именно в туристскую область. Сегодня многое говорится о мерах поддержки для бизнеса. Сейчас создается единое окно. Что это за механизм, как он будет работать и главное, какая практическая польза от этого механизма для наших предпринимателей? Да, сейчас действительно очень важная тема. Это и по всем регионам, в том числе и по нашему. И наш времяисполняющий обязанности тоже постоянно эту тему поднимает. Значит, у нас перед нами стоит задача организовать единое окно для всего входящего потока людей, которые планируют заниматься бизнесом или уже занимаются. Ну вот простыми словами, что это такое? Смотрите, у нас в регионе, как в принципе в других, ну мы говорим про Орел, действует очень много инвестиционных поддержки. То есть люди, которые хотят понять, есть ли какая-то господдержка, сейчас достаточно сложно понять, к кому обратиться по какому-либо. Да, многие не знают просто, куда идти. Да, даже те, которые приходят за какой-то определенной формой поддержки, не знают о том, что действуют еще и другие формы поддержки. Вот сейчас в рамках Центра поддержки предпринимательства на базе моего фонда мы организуем это единое окно. То есть все предприниматели, которые обращаются за какой-либо господдержкой, получают полную консультацию, контакты, выходы на соответствующую инфраструктуру. У нас их шесть, то есть в принципе, если кратко перечислить, это региональная гарантийная организация, НУГАРФОНД, фонд микрофинансирования Орловской области, Центр кластерного развития, Центр поддержки предпринимательства, в рамках которого это окно и организуется, Корпорация развития, это индустриальные парки и Центр поддержки экспорта. То есть точно так же уже несколько лет активно работает, достаточно успешно. Ну вот пока единое окно создается, давайте поподробнее поговорим о гарантийном фонде и фонде поддержки предпринимательства, который вы возглавляете, для того, чтобы стать получателем ваших услуг, стать вашим клиентом. Прежде всего, что нужно сделать, куда прийти, с какими документами, пошаговый нам, пожалуйста, инструктаж. Хорошо, вот я как раз в рамках единого окна хотел сказать, что мы сейчас разрабатываем именно алгоритмы поддержки, то есть если человек обращается, куда конкретно каждый сотрудник, каждая инфраструктура поддержки будет знать, куда его перевести. Что касательно гарантийной поддержки. Чтобы стать получателем поддержки, нужно быть зарегистрирован в Орловской области, ну естественно, субъектом малого и среднего предпринимательства. Фонд гарантийный, это как фонд содействия кредитования, то есть если предприниматель планирует взять кредит в банки, но ему не хватает обеспечения, в данном случае ему надо напрямую обращаться к нам или опять же через центр поддержки предпринимательства, через единое окно. Мы можем выступить до 50% от суммы кредита поручителями, сумма одного клиента ограничена 25 миллионами рублей, то есть сумма достаточно приличная. Кроме того, у нас есть совместный продукт с корпорацией развития. То есть бизнесмену искать поручителей не нужно, если есть вы? Не нужно искать поручителя, потому что есть мы, не нужно искать какой-то дополнительный залог. То есть, сами знаете, если взять в долг у друзей, так сказать, или попросить у них залог, то есть большая вероятность этих друзей потерять. А род занятий, сфера бизнеса имеет значение? Мы не ограничиваем сферу бизнеса. Здесь главное ограничение это то, что они должны быть зарегистрированы в Орловской области и не иметь там задолженности по налогам и сборам. То есть, точно так же, как и торговля, точно так же и промышленное производство может к нам обратиться, мы с удовольствием поможем. Какой пакет документов вам нужно принести? И может быть, какой-то план, действенную перспективу, что-то о своем бизнесе? Ну, гарантийный фонд все-таки является поддержкой кредитования. То есть, дополнительного пакета документов не нужно. Клиент обращается в банк, субъект малого и среднего предпринимательства. Соответственно, весь пакет документов он предоставляет в банк. Мы дополнительных документов практически не требуем. То есть, общую заявку вставляет банк с этим предпринимателем. Мы ее рассматриваем в течение трех дней максимум. В основном, конечно, принимаем положительное решение. Повторно, можно ли к вам обратиться за поддержкой? И бывают ли такие случаи, что с вами уже работают постоянно, давно? Безусловно, здесь мы не ограничиваем клиентов по количеству обращений, так сказать. То есть, говорят, сумма 25 миллионов рублей на одного клиента, ее можно выбирать периодически или сразу. Ну, как часто к вам можно обращаться за поддержкой? Можно, может быть, там раз в полгода приходить? Здесь нет никакого ограничения. То есть, берете кредит, не хватает обеспечения, приходите, мы, соответственно, помогаем. Давайте поговорим об итогах 2017 года. С какими результатами год закончили? Что планируете на этот год? Может быть, какие-то новые продукты у вас появились? Ну, сначала об итогах. 2017 год достаточно удачным был для нас. Мы предоставили 192 миллиона рублей поручительства. А сколько предпринимателей? 64 договора. 64. То есть, именно субъектов малого и среднего предпринимательства, по-моему, в районе 60. То есть, некоторым давали по два кредита, опять же. Вот, это опять к тому же вопрос, можно ли к нам повторно обращаться. Как правило, люди, которые пользуются господдержкой, они уже от нас не уходят, потому что это очень удобно, полезно, нравится всем. Да и вы работаете с проверенными людьми, можно так сказать. В том числе, конечно, конечно. Задачи на этот год какие они будут? Еще касательно 2017 года, еще одну цифру хотел озвучить, она совершенно рекордная. Мы, как фонд содействия кредитованию, гарантийный фонд, мы посодействовали в получении нашим предпринимателям кредитов на 1 миллиард 826 миллионов рублей. То есть, огромная сумма, в основном, конечно, она за счет участия нашего в крупном инвестиционном проекте. В этом году второй крупный инвестиционный проект у нас тоже уже прокредитован. То есть, мы участвуем по 25 миллионов рублей по максимуму, как поручители, совместно с корпорацией, с федеральной корпорацией развития МСП. Они по 500 миллионов рублей выступают поручителями. А всего, по особым гарантии, мы можем участвовать до 70% от суммы кредита. Ну, а теперь о целях на этот год. По вашим ожиданиям, будет ли динамика портфеля поручительств прогрессировать в этом году? Такая задача стоит совершенно однозначно. Конечно же, нам ни в коем случае нельзя останавливаться или уменьшать форму поддержки. Вы сейчас знаете, снижается достаточно заметно ставка рефинансирования. Это влечет за собой развитие, увеличение объемов кредитования. Мы тоже надеемся, что мы в этом объеме будем также увеличивать свою роль. И такие возможности у нас есть. А как вы взаимодействуете с фондом микрофинансирования? В 2017 году нам удалось заключить договор о совместном продукте. Фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы до 3 миллионов рублей. Мы можем выступать поручителями по этим займам до 50%, то есть до 1,5 миллионов рублей. Такой совместный продукт. То есть все обеспечения, которые уже не являются ликвидными, в принципе, теперь можно отбросить и взять поручительство в нашем фонде. Какие еще услуги можно получить в вашем фонде? Расскажите о них поподробнее. Если касательно гарантийного фонда, здесь все понятно. Понятно, да. На базе фонда еще действует Центр кластеровного развития, про который мы с вами говорили, и Центр поддержки предпринимательства. Вот Центр поддержки предпринимательства, помимо единого окна, здесь мы можем оказывать бухгалтерские услуги, любые консультационные услуги, юридические услуги. То есть все вот эти возможные вопросы в рамках, естественно, наших компетенций мы с удовольствием окажем всем предпринимателям. И касательно единого окна, да, чтобы не забыть, надо обязательно сказать, что виртуально единое окно создано в том году. Это наш сайт, объединенный инфраструктурой поддержки, МСБ-Орел. Там объединены все шесть инфраструктур, вся грантовая поддержка, которая у нас в области работает. То есть это и департамент сельского хозяйства, и наш департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, город Орел и все прочие, все любые формы господдержки, они все объединены на одном сайте. Вот также там есть представлены услуги корпорации федеральной, про которую я говорил, отдельным баннером. Вот, соответственно, вся контактная информация, то есть если предприниматель, так сказать, имеет какое-то отношение к виртуальному миру, начинать работать с господдержкой надо именно с этого сайта, МСБ-Орел. Ну, я думаю, что это будет достаточно полезная информация для тех, кто нас сегодня смотрит. Что касается факторов, которые могут повлиять на доступ к финансированию. Есть ли такие негативные факторы? Негативные факторы, но это, конечно, наличие какой-то определенной нехорошей кредитной истории. К сожалению, после последних кризисов таких предпринимателей достаточно большое количество, но в данном случае, в этих условиях, мы не так сильно обращаем на это внимание, потому что все понимаем, что через что пришлось пройти в нашей стране, в том числе предпринимательскому сообществу. Поэтому жестких требований и каких-то ограничений нет. Вы говорили о том, что Центр поддержки предпринимательства оказывает еще и юридические услуги. По каким направлениям и нужно ли за них дополнительно платить? В принципе, основная задача нашей некоммерческой организации, конечно, не заработать деньги, а помочь предпринимателям разобраться в тех или иных вопросах. То есть, если есть какой-то вопрос, в рамках которого, допустим, мы можем помочь, мы, конечно же, подскажем, наш юрист это все расскажет, им достаточно часто помогает. Если не хватает компетенции, мы сведем с Орловской областной коллегии адвокатов. У нас с ним есть договор, они примут, причем первую консультацию они совершенно однозначно делают бесплатно, соответственно, привлекая таким образом клиентов. То есть, на их уровне они окажут поддержку, на любом уровне, так сказать. Но мы сегодня уже поговорили о центре кластерного развития. Какие глобальные задачи у этого центра? Что такое вообще, в принципе, кластерное развитие? То есть, это не юридическое объединение по каким-либо тематикам, а предпринимательское сообщество, предпринимательское сообщество. Это, опять же, если мы говорим про туризм, это все музеи, общий ПИД, все, что касается каких-то конкретных, так сказать, направлений. Вот у нас сейчас действует 4 кластера. Это кластер наш первый, это кластер ГЛОНАСС. В его рамках уже создано несколько совместных проектов, причем не просто там общероссийского уровня, они уже выходят на международный уровень. Вот, я уже, наверное, рассказывал в свое время. Это каршеринг. Можно и напомнить. Краткосрочная аренда автомобилей, да, значит, очень активно развивается в Москве, в Петербурге и в других городах, в которых там больше миллиона человек, населения. И были такие планы попробовать в качестве маркетинга и устроить у нас каршеринг. Ну, конечно, маленькие города для этого не очень предусмотрены. Ну, не исключено, что попробовать, будет, конечно же, здорово. Краткосрочная аренда автомобилей без водителя по мобильному приложению. То есть, вы подходите, бронируете автомобиль, подходите с мобильным приложением, он открывается, заводится, и вы ездите на нем, куда нужно. То есть, там поминутная оплата. Причем, получается значительно дешевле, чем, допустим, даже ездить на такси. Вот. Очень удобно ездить, допустим, в какие-то магазины или куда-то еще. Давайте о других направлениях поговорим. Есть же еще? Есть. Есть кластер. Второй кластер – это кластер приборостроения электроники Орловской области. Здесь основным якорным резидентом является ООО «Протон». Там также есть несколько совместных проектов, мы тоже пытаемся их по направлениям Центра кластерного развития продвигать на общероссийском уровне. И еще два кластера, про туристские, про которые мы сегодня много говорим, и кластер IT. IT-технологии, который создан в 2017 году, пока мы поддержку еще как таковую не оказали, только в этом году получим деньги, и будем, соответственно, по тем же направлениям будем рекламировать потенциал информационных технологий Орловской области. Ну, много сегодня тем обсудили, но я предлагаю все подытожить, каким-то обращением к предпринимателям и в качестве точки. Еще раз назовите сайт, где можно получить всю исчерпывающую информацию. Если мы начинаем искать господдержку через интернет, то этот сайт МСБ «Терриорел», там все возможности нашей поддержки государственные объединены, все понятно, там никаких вопросов. Если что, обращайтесь на САТКО-УЩЕДЛИНА-34, 213 кабинет, это как раз Центр поддержки предпринимательства Орловской области. В нем любой сотрудник окажет вам любую консультационную помощь касательно любых форм господдержки, которые здесь делают. Мы сейчас, получается, все наши шесть инфраструктур объединили в одном здании, это САТКО-УЩЕДЛИНА-34, Институт Гипроприбор. Добро пожаловать, ждем, приходите. А вы приходите к нам в нашу студию для того, чтобы рассказать о новых продуктах вашего фонда и коллега. Спасибо. Спасибо.